По большому счету, именно экономический цикл был сильно сдвинут, фактически на 4 года. Сейчас не 10 лет прошло, то есть 4 года рынки были в замороженном состоянии, залитые деньгами. Пределы укрепления рубля существуют, просто потому что текущая экономическая модель построена, что укрепление рубля может быть только очень умеренным. Иван, день добрый. Добрый день. Можно сказать, второй раз в Велес Капиталя, беру интервью у аналитической службы, последний раз было лет 7 назад, уже много воды. Расскажите, массовый приход клиентов, частных лиц на биржу, был ли он ожидаем? Ну, безусловно, да, все началось сначала, наверное, с долгового сегмента рынка, и это было последствием снижения нормы депозитов, да, и политики, проводимые в том числе Банком России, вслед за снижением ставки, да, стали снижаться ставки по банковским вкладам, и рынок, ну, в виде частных лиц впервые обратил внимание на долговой сегмент, который наиболее близок, да, и схож по своей структуре с депозитами, более-менее понятные риски, постоянный фиксированный доход, но результаты, наверное, глобальных движений в финансовых рынках привели к тому, что и ставки по, собственно говоря, долговым инструментам достаточно сильно снизились, на этом фоне появились все больше аппетита к риску, и действительно люди пошли и на фонды рынок, тем более, что прошлый год был весьма-весьма продуктивным в плане вложений в акции и в большую часть инструментов, которые прилагаются на рынке. Есть ли какие-то прогнозы на этот год? Либо прогнозы делаем неблагодарное, и мы работаем каким-то моментом торговым? Ну, я думаю, что основное, конечно, все будет зависеть от того, как закроется год, но, тем не менее, аппетиты сохраняются. Более того, я думаю, что как раз этот год может быть более благоприятным для рынка акций, безусловно, потому что все-таки какие-то уже достаточно низкие уровни, которым пришли облигации делать этот сегмент, ну, скажем, чуть более рискованным, более избрачным, да, на этом фоне многие управляющие тоже смотрят в сторону акций, ну, и клиенты тоже видят уже на протяжении нескольких лет, да, фактически довольно-таки устойчивый рост. Единственное, что пугает, что все-таки большинство индексов достигло своих максимумов, но я думаю, что все будут воспринимать, тоже, может быть, зайдут и в ожидательную позицию, тем не менее, да, и будут воспринимать это как возможность купить дешевле, но не иначе как. Но в любом случае, я думаю, что, так сказать, благоприятная среда последних нескольких лет, да, на фондовых рынках, она показала, что фондовый рынок может быть достаточно неплохим источником дополнительного заработка, ну, если, скажем, не для пенсионных, но точно для предпенсионных денег, да, каких-то вложений, накоплений, и это, наверное, уже не изменить, да, если не без каких-то радикальных драматических последствий, да, там, я думаю, что отчасти уже все забыли там какие-то неудачные пиво и прочее, да, и эта новая волна интересов к рынку, она вполне может сохранить. А как вы думаете, люди, которые приходят на фондовый рынок, это, там, 2 миллиарда, ой, 2 миллиона, условно, для 1,8, я не помню, они вообще в курсе истории фондового рынка, что, ну, и акции просто сложились в этом году? Либо они об этом не думают? Ну, рынок памяти достаточно короткий, это надо понимать. Я думаю, что об этом они не думают, хотя, в принципе, да, история-то, в общем, не такая далекая, да, но тем не менее, так сказать, на этот рынок люди приходят, ну, не знаю, может быть, надо разделить. Есть люди, которые работают на себя исключительно, да, они более осторожны, и вообще в российские инвесторы куда более осторожны, да, слова любого управляющего, любого сейлза, да, он ставит под некое сомнение, потому что у нас все сами все на уме. Да, такие люди, безусловно, есть. Но по большому счету, да, есть достаточно много успешных примеров, когда, ну, бумаги вне зависимости, да, от рынков растут, да, всегда есть разная стратегия, это уже, насколько вы договоритесь, да, в разные моменты времени это могут быть и облигации, которые, кстати, тоже могут вполне сложиться, да, если не в два раза, то на 30% от тела, что весьма может быть ощутимо. Ну, люди все-таки приходят с мыслью заработать, но осторожно, для этого разные есть продукты, да. Ну, мне кажется, что вот действительно, ну, как бы, динамика индекса за последние несколько лет, она очень скрасила картину, и, в общем-то, люди приходят с благими намерениями, да, понимают риски, может быть, не настолько, да, что можно потерять там до половины в моменте, но объективно, в общем, даже 2008 год показал, что если компания сильная, они достаточно быстро восстанавливаются. В этом плане можно отметить тот факт, что большая часть клиентов все-таки смотрят на, ну, из тех, с кем мы общаемся, да, смотрят не на российский сегмент акций, да, то есть российский, может быть, как часть, но в большей степени они смотрят все-таки на глобальные компании, да, где, ну, все-таки есть и большая история, и сама по себе среда устойчивая. Это действительно так есть, ну, и плюс искомая история о том, что если что-то произойдет, то хотя бы в долларах, да, они останутся в тех же цифрах. Вот, а вас не пугает такая штука, что в этом году экономика выросла на 1,3%, в следующем году по прогнозу Всемирного банка на 1,6%, что это ралли идет в отрыве от роста экономики России? Ну, скажем так, что, ну, вопрос, что в этом страшного, да, что мы так сильно отстаем, или что мы по-прежнему… Страшно, что вот есть драйвер определенный дивиденд, да, вот если его изъять, то будет как изъять обратный выкуп на американских акциях? Ну, в этом контексте просто надо понимать, да, что, там, не знаю, если прошлый год, там, не знаю, не везли дивидендные доходности были, там, компании металлургические, то в этом году, там, не стоит опять покупать металлургу, да, с этой целью, может быть, стоит обратить на нефтяные компании, да, у которых, там, меньше капексы, которые, не знаю, наиболее, так сказать, получают наибольшую выгоду от, там, относительно слабого рубля, там, относительно высокой нефти. На такой момент, то есть надо варьировать, но, да, российский рынок при этом, ну, много есть факторов, да, которые не только учтены, да, если мы сейчас возьмем, не знаю, те уровни, даже просто те уровни ставок по, там, американскому долгу и российским ОФЗ, да, только этот момент, и, там, заложим его в те же модели, мы увидим, что по российским компаниям появляется апсайд только из-за пересмотра того же ВАГ, ну, это один из параметров оценки, да, фактически требуемой доходности. Российские акции, ну, начнуты даже на мировой арене, выглядят достаточно дешевыми. То, что российская экономика не очень связана, да, ну, понятно, что в какой-то момент, да, сырьевые рынки отстали. Да, это не может не беспокоить в какой-то степени, а с другой стороны, ну, мы, к сожалению, не являемся финансовым центром, да, не каким-то глобальным финансовым центром, и ждать от нас, что мы будем расти так же сильно, я не знаю, как, там, Соединенные Штаты или Китай, ну, это, наверное, неправильно. Вы сейчас сказали про нефтяной сектор. А вот вас не пугает вот что. Буквально месяц назад какой-то шейх, по-моему, сказал, что если будет один выстрел на Ближнем Востоке, то цена будет 100 долларов нефти, да? Мы сейчас смотрим какой-то шурум-бурум, извините за мой сленг, а цена на самом деле не растет нефти. И возникает вопрос, а что будет, когда вот ситуация нормализуется? Например, сейчас в Ливии большие усилия дипломатические, чтобы нормализовать ситуацию. Ну, в этом контексте мы видим, что цена вернулась вот к уровню 60-63. В текущий момент, ну, как минимум, пока действует, можно назвать это, картельный сговор, или просто вот соглашение ОПЕК, да, плюс Россия, я думаю, что ситуация, ну, останется стабильной, да, при этом при всем мы видим, что экономика Китая начинает более-менее выправляться. Это действительно достаточно серьезная поддержка, которую уже нашла не только отражение на ценах на нефть. Там это может быть менее заметно из-за соглашения ОПЕК, да, но мы видим достаточно серьезную корреляцию с ценами на металлы, и тем же, я не знаю, ПМИА Китая, да. Это, ну, безусловно, окажет поддержку. И я, ну, в ближайшее время, ну, тут можно много долго разговаривать, там, не знаю, об угрозе, там, американского слонцового газа, но главное для нефтерого рынка, да, чтобы не было серьезных больших колебаний. Это как раз проблема того, что если бы нефть стала стоить 100, то в какой-то момент мы могли увидеть там резкие падения, а любые резкие падения, это всегда там падение инвестиций, да, пересмотр каких-то прогнозов, банкротство отдельных игроков. Это, наверное, более серьезный риск. В текущей ситуации, ну, я думаю, что цены 60+, небольшой плюс, да, устраивает в моменте всех. Я думаю, что, ну, без каких-либо серьезных потрясений эта цена, в принципе, останется. Вы уже сказали, что интересный нефтяной сектор, он, скорее всего, окажет опережающую динамику, как я понял, да, относительно индекса. Какие еще сектора должны мы в секторе внимания держать? Ну, скажем так, я сказал, что нефтяной сектор, да, он окажет опережающую динамику, да, но, скорее говоря, о том, что если смотреть на рынок с точки с дивидендных историй, именно компании нефтяные в этом году будут одним из лидеров дивидендной доходности, покажут цифры двухзначные, да, в этом плане металлурги, они более уязвимы, потому что сейчас многие запускают там, да, программу, инвестиционные программы, это немножко ударит по их денежному потоку. Но те же металлурги сейчас, в принципе, отчасти, ну, допустим, та же Северсталин, ЛМК, достаточно неплохо себя чувствуют и еще полностью не восстановились относительно тех падений, которые были. Безусловно, ну, там, такие бумаги, как Сбербанк, да, на фоне общего, скажем, общей чувствительности к риску, да, низкой чувствительности к риску, сейчас то, что называется, да, рисков, да, Сбербанк, как вакуумсовая бумажка там России, она будет все равно одной из любимых, в том числе нерезидентами, да. Энергетика по-своему интересна, но достаточно сложная история, потому что скудный новостной поток, в том числе и движение без всяких новостей, они, ну, отчасти пугают, да, и хотя у многих компаний сохраняются неплохие потенциалы роста, временные рамки, они настолько размыты, потому что все ждут определенных событий, они не наступают, вот, конференц-кол, да, конференц-кол, да, новостей нет. Я думаю, что пока не стоит, наверное, все-таки смотреть на розничный сегмент, тоже с какими-то исключениями, да, мы видим, что разного рода, там, корпоративные новости вокруг магнита, да, они помогают бумаге вырасти, но в целом до сих пор, наверное, мы не видим серьезного восстановления в розничном сегменте, да, и хотя там декларируется какой-то рост зарплаты и прочее, действительно там движения пока нет. Нефтехимическая промышленность, ну, отдельными компаниями, да, представленная, да, вполне неплохо, да, это, соответственно, все, что связано с экспортом, порты, перевозки, да, это, безусловно, интересный момент, единственная проблема, это, в общем, определенная капитализация, ликвидность, там, части компаний, к сожалению, российский рынок весь сам по себе, да, он представлен, ну, там, 40 компаниями, из которых, там, 25, но действительно обладает серьезной ликвидностью и, в общем-то, более-менее торгуется. В этом плане, ну, как бы, Россия не единый жив, это жив инвестор, хотя это, там, лучший рынок прошлого года, да, даже, даже в долларовой доходности, ну, в общем-то, и один из лучших, да, в мире, ну, в общем-то, есть тоже моменты, все очень конъюнктурно, да, сейчас, безусловно, в фаворе весь сырьевой сектор, да, мировой, который, в том числе, например, там, те же американские нефтяные компании, которые уже показали неплохой рост, но, там, потенциалы достаточно серьезные, причем, в этой компании крупнейшие. В своем секторе не так сложно посмотреть, да, там, справедливые оценки, но, там, потенциалы по 20 процентов, во многих компаниях до сих пор сохраняются, да. Глобальная металлургия, ну, тоже неплохо, да, цветная металлургия, я думаю, ну, есть определенный задел относительно, не знаю, того же, там, алюминия, есть вопрос, немножко, какой-то достаточно сложный рынок, и, в общем, отчасти местами не всегда прогнозируемый, да, потому что есть, там, вопросы запасов, да, сейчас мы видим проблему того же Боинга, который, безусловно, в следующем году будет решаться, и к ним тоже подключится, я думаю, и на уровне президента, учитывая предстоящие выборы, возможно, это тоже подтолкнет рынок, но, очевидной связи нет. А, что еще мы видим на российском рынке? Ну, как бы, достаточно сложно говорить в целом. Давайте поговорим про американский рынок. Давайте. Вот Трамп написал в Твиттере, что лучше еще впереди, и мы, когда был очередной рекорд, там, стандартный, мы знаем, что в предвыборный год рынки редко падают, вот, это значит, что мы можем выкупать коррекции, да? Мы можем, да, но, знаете, вот это в прошлом году, кого не спроси, все ждали коррекции, а их, по сути, не было. Ну, там, 5% это максимум, что бы получалось, да, при том, что большинство управляющих говорили, что на 10 точно зайду, по 15 зайду на все. Но этого не происходило, и то, что мы видим сейчас, вполне возможно, да, если, ну, безусловно, коррекцию есть смысл будет выкупить, рынки там технически перегреты, и при этом, как бы, экономическая составляющая говорит, в общем-то, о восстановлении экономики. Ну, может быть, там, в части промышленности не так все очевидно, но, тем не менее, достаточно все неплохо. Другое дело, что, вот, там, на протяжении последних, наверное, нескольких месяцев, рынок растет вот частями, да, то есть мы видим, что, не знаю, там, защитные бумаги на какой-то момент вроде бы остановились, и все переключились на, там, цикличные компании. Но при этом защитные бумаги не упали, там, даже на 10%, да. Рынок, одно, другое, третье растет, ему постепенно, индекс медленно-медленно двигается. Это говорит о достаточно большой силе рынка. Нет такого, что фонды закрыли одно, переметнулись совсем в другое. Скорее, есть небольшая, там, перелокация активов, возможно, приход уже каких-то свежих денег, да, и он есть, потому что, ну, действительно, тот самый момент, когда многие не дождались коррекции, стали заходить, и даже, вот, по вызовам клиентов, которые, там, долгое время соглашались, да, давайте подождем коррекции, видя движения, которые, там, начались в ноябре-декабре, мы тоже хотим в этот паровозду скачивать, и действительно, и, там, январь показался достаточно сильным. Другое дело, где найти чуть большую доходность, да, возможно, есть смысл смотреть и на европейские бумаги, в том числе, да, потому что, несмотря на то, что, ну, да, предвыборный год всегда обещающий, да, там, для фондовых рынков, и понятно, что Трамп, как представитель, в общем-то, бизнес-элита этому будет способствовать, не так много, собственно говоря, рычагов осталось, да, вот, мы там разыграли, там, карту с торговой войной, понятно, что вторая фаза, это будет, там, ключевая игра, и может доставить как много радости, так и разочарования на рынок, тем не менее, набор мер, он достаточно ограниченный. Для европейских производителей, ну, и вообще рынка в целом, да, есть еще такие вещи, как фискальные меры стимулирования, о которых достаточно много говорят, и, в общем, рынок тоже достаточно заметно оживает. И там, ну, есть хорошие примеры, и, в принципе, там, есть, так сказать, мультинациональные компании, да, которые торгуются и в Америке, это тоже может быть большим, ну, интересным, ну, момент сейчас, может быть, на них обратить, если вы хотите, так называемого, альфа заработать, да, обогнать в чем-то рынке, показать себя лучше. Да, это интересно, да, опять-таки, мы видим определенные восстановления, там, китайских компаний, да, достаточно серьезные, которые, в принципе, еще, в общем, далеки от своих прежних уровней, да, да, к сожалению, рынки отчасти там недоступны, да, есть Гонконг, но, тем не менее, это достаточно тоже может быть интересно вложение, причем это может быть не только там национально, да, многие компании представлены на американском рынке, да, то есть можно, не меняя валют, через СДР ходить в те же китайские компании, это, я думаю, определенный вейник. Сменим тему, многие, не самые богатые инвесторы смотрят этот канал, особенно из регионов, где средний счет, там, раза в три меньше, чем в районе, в Москве, и они, конечно, их не устраивают и доходность облигаций первого ряда, поэтому они увлекаются высокодоходными облигациями, тем более, когда сейчас площадка открылась на московской бирже. Как вы относитесь к инвестиции с МВДО? Знаете, в целом, это по-своему интересная стратегия. Я в свое время тоже на всем известном питерском конгрессе, проводимый Сибонс, встречался с американскими представителями, которые тоже в России в то время еще, там, после всяких историй, с Мечилами, Русалами, они были очень зарегистрированы какими-то высокодоходными российскими облигациями. Я общался, а как у вас, вот что в портфеле? Да, они говорят, да, у нас в портфеле, но это, там, сто имитентов. Да, там, до сорока-пятидесяти процентов может сложиться, но это не проблема, на остальных мы заработаем. Проблемой, наверное, российского рынка высокодоходных облигаций является то, что их мало, очень мало, да, и получается, ну, очень высокая концентрация рисков. Другое дело, вот на примере просто займа, которым мы занимались, который тоже попал в категорию высокодоходных облигаций, да, есть имитенты, которые неплохие, их просто не знает рынок. Да, но это скорее такое редкое явление. В России, к сожалению, очень сложно диверсировать рынки, да, если бы это было, там, не знаю, 30-40 бумаг, то даже благодаря каким-то временным разграничениям, это было бы возможно, а так, я думаю, что есть проблема, мало того, на этот рынок выходит очень похожая компания. То есть одна компания разместилась, вторая, может быть, получше, может быть, похуже, увидела эту лазейку и тоже туда побежала. И в результате мы там видим какой-то всплеск размещений лизинговых компаний, да, каких-то, вот. Но они настолько все вместе, что, там, не знаю, проблема одной может спровоцировать проблемы других, и, мало того, они между собой похожи. Очень сложно сделать грамотный, взвешенный портфель, на мой взгляд. Это единственный недостаток этого рынка. Часто клиенты очень просто к этому подходят. Они считают, что первые эмиссии всегда там погасятся нормально, а если начинает эмитент увлекаться, то третий, четвертый они уже перестают покупать. Не, ну, безусловно, это тоже подход, там, как минимум, да, там, отчасти где-то в размещениях первые, да. Ну, прошлый год он был просто, что не купи, все хорошо. У ФЗ первый эшелон приносили какие-то поистине двухзначные доходности. Сейчас, я думаю, рынок будет более извлечный, но, тем не менее, все равно, опять-таки, учитывая, что доходности первого, второго, да и уже третий эшелон приближается там к цифре семь, а то и ниже, я думаю, что определенный запас у этого есть. Ну, мне он до конца не понятен, потому что либо это требуется какого-то определенного погружения, либо, ну, просто грамотного взвешивания своего портфеля, то есть, опять-таки, не все деньги, не туда. Но на этом фоне тоже для меня, скажем, общее понятие, да, если люди там ищут, как бы так, двухзначные доходности, да, и готовы вкладываться, ну, на средний срок, там, полтора-три года, то, по большому счету, те же самые доходности с гораздо меньшим кредитным риском можно найти в акциях. То есть, вот, ну, например, в свое время развивали такой продукт, как защитные бумаги, да, там, ну, это акции тех же энциклических компаний, в этом году они вообще показали сумасшедший рост, потому что все боялись, да, и сейчас действительно очень сложно что-то купить. Но, тем не менее, да, они год к году ободая, ну, то есть, риски какого-то банкротства, да, для них фактически были, ну, полностью исключены, да, они платили высокий дивидендный портфель и давали скромную доходность. То есть, например, найти на, ну, не на рублевом, на валютном рынке, да, в первую очередь, мы сейчас говорим, бумаги, ну, то есть, если в целом средний портфель, там, приносил порядка 10% в год, ну, вот на протяжении наблюдаемого периода, там, 7 лет, то найти, например, на долговом рынке, ну, американском, российском, да, бумаге, которые давали схожую логичную доходность при тех же кредитных качествах, было невозможно. Поэтому в этом плане, если вы все-таки, ну, играете в некую долгую, да, вы смотрите доходность, ну, можно искать также на рынках, вот, интересных имитентов, которые просто стабильны, ты платит те же дивиденды. А, ну, в текущей ситуации, ну, вот уже не знаю, там, с доходностью выше 14 тысяч, сейчас тот, кто будет размещаться, ну, меня, скорее, наверное, вызовет больше вопросов. Мы в ноябре один завод размещали, не буду рекламировать, 15%. У нас была переподписка в три раза. Я согласен. Потому что пришел один банк и все выкопил почти. Не, ну, заводы, вот, есть отдельный еще сегмент, да, вот этих маленьких компаний, к ним отдельное внимание, да, в том числе, потому что, допустим, не знаю, компания малого и среднего бизнеса, у которых есть возможность, в том числе, эту ставку компенсировать, там это более-менее очевидно, да, почему они идут, эти маленькие размещения. Вот этот сегмент рынка узкий достаточно, да, но мы с него тоже смотрим, да, он нам тоже интересен, ну, с точки зрения, может быть, организатора подобных размещений. Он, безусловно, интересен, там могут быть, действительно, такие, сказать, стреляющие истории, и мне совершенно понятно, почему он, наверное, развивается, просто потому, что таких компаний многим банкам просто нет дел, да, все, там, в поисках больших китов, а тем не менее, вот эти изменения в законодательстве, они, в общем, стимулируют такие компании идти на долговой рынок, да, они ищут их мало, им сложно, тем не менее, это путь. Ну, и последний вопрос, чтобы они не закидали каменями, что вы думаете про пару доллар-рубль, либо это все гадание на кофейной гуще, никаких прогнозов давать нельзя? Ну, знаете, я, вот, главное, не стоит, на днях буквально тоже, после отставки, да, была некая статья, в которой в заголовке что-то было, говорила про рубль 200, вот, я говорю, главное не давать таких прогнозов, потому что... Ну, секундочку, это самое, по этому поводу мне уже написали, там, да, это просто журналисты переврали, там были полемические примеры, что, значит, скорее 40 по... Скорее 200, чем 40. Да, абсолютно. Но они все переврали. Я понимаю, да, я говорю, главное не делать так, да, потому что, ну, я совершенно согласен, что пределы укрепления рубля, они, в общем-то, существуют, просто потому что, ну, текущая экономическая модель так построена, что, в общем-то, укрепление рубля, оно может быть только очень умеренным, да, а с другой стороны, я не вижу, наверное, таких серьезных предпосылок, мы говорили о том, что, в общем-то, нефть в текущий момент пока сбалансирована, да, если не признать каких-то драматических событий в Китае, а для этого, в принципе, даже у китайских денежных властей есть еще ряд набор мер запасе, то есть они еще не выстроили из всех пушек, да, чтобы не допустить какой-то жесткой посадки экономики, это раз, да, то есть мы видим некоторое восстановление спроса, да, мы видим то, что соглашение, которое еще существует между крупнейшими нефтепроизводителями, оно работает, причем более-менее эффективно, да, и устраивает все стороны, что самое главное, то есть какая-то стабильность есть, да. Да, я перебью немножко, что пугает, что последний кризис был 10 лет назад, и сейчас нас такой мантру успокаивает, что ЦБ научились тонкой регулировке финансовый рынок, и кризиса уже не будет никогда, вот это вот засуждение, они сильно пугают. Ну, я не думаю, что кризиса будет совсем никогда, вопрос, возможно, ну, то есть масса примеров есть, да, как это может происходить, вопрос, скорее всего, что, возможно, они более-менее научились сглаживать. Здесь очень важный момент, по поводу 10 лет, у нас была конференция, и там было высказано очень мудрое решение, что на фоне того, что очень долгий был период, когда рынки просто заливали деньгами, по большому счету, вот именно экономический цикл, он был сильно сдвинут, фактически на 4 года. То есть сейчас не 10 лет прошло, то есть 4 года, да, рынки были вот в какой-то такой замороженном состоянии, залитые деньгами, да, и там цикл нулевых ставок, и глобально, то есть мы там начали на 4 года позже, то есть сейчас там цикл где-то находится, да, в поздней стадии, но не окончательной, то есть где-то там 6-7 лет кого-то некого экономического роста, в принципе, мы вполне можем рассчитывать еще на год. Понятно. Все, спасибо большое, Иван, за интересное. Надеюсь, действительно было полезно и интересно. Да, и я надеюсь, что зрители нам напишут, что им особенно близко, какие мысли. Вот. И тогда к вам приедем. Да, до новых встреч. Готовьтесь. На вопрос готов. Спасибо.